Ты поняла, какой он хит? Да, да. Нормальная у него бесплатная консультация под видом программы. Ты, простите меня, не Бродский. Некомфортно, не тот цвет. А вы тогда мне зачем? Я так сделал, вы мне деньги на телефон закиньте. Я тебе могу сказать, что если к тебе водитель придет без прав, ты возьмешь его? Я с тобой согласен. Я не знаю, как тебе сказать, но мой водитель без прав. Я сплю уже. Да, все. Доставьте чаевые в баночках. Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Мы начинаем наш нулевой подкаст. Почему он нулевой? Потому что он первый, пробный. Как раз я хотел обсудить с нашими сегодняшними гостями, как его делать и поговорить на некоторые темы. И у нас в гостях Анна Шелепова, социальный предприниматель, журналист и пиарщик Оика Рога и Лесная сказка. Это такая зона отдыха. И Адель Смит, продюсер, журналист, общественный деятель. Туда машем. Да, просто на любую камеру. Я всегда думал, что в подкастах они все-таки непринужденные, потому что они пьяные. Я просто удивилась, что ты меня наконец-то пригласил. Мы столько лет работаем вместе. У тебя столько подкастов всяких, вышло всяких программ. Ты поняла, какой он хитрый? Да. Он просто делает новый продукт. Ты пригласил меня на нулевой. Нет, нет. Он пригласил тех людей, которые ему сейчас расскажут, что надо раскрутить. Понимаешь? Которые дадут ему просмотры и скажут, как его раскрутить. Какая нормальная у него бесплатная консультация под видом программы. Ну вот существует же такой стереотип, что творческий человек, который лежит на диване, ждет какого-то вдохновения. Он такой не очень организованный. То есть ему нужно, чтобы был вайб, какие-то условия, чтобы он как-то проявлял свои лучшие качества. Сейчас этот стереотип, он все, он уже исчез. Ты знаешь, я, например, так как это частично моя среда такая, я в ленте у себя в Фейсбуке наблюдаю вот таких вот некоторых творческих страдальцев, которые там опять написал, я не знаю, книгу, поэму, или там опять подала заявку, опять не приняли. Все вокруг это. Да, я Д'Артаньян. Мне кажется, это не творческие люди, это какие-то паразиты, переехали на человечестве. Я считаю, что творческие люди, которые хотят добиться хоть какого-то успеха, ну хотя бы, которые должны быть способны оплатить коммунальные услуги и прокормить своих детей, как бы мы там ни говорили, да, но не все Анны Ахматовой, да, и там тленности, все вот это вот. Ну эти творческие люди должны, в принципе, быть, они обязаны быть организованными, образованными, они обязаны не пером с лучиной, да, уметь работать на компьютере. Может быть, я говорю, смешные вещи, но я с этим сталкивалась, что типа, да, но мне надо писать дома и ночью. У меня рабочий день, как у всех каналов, банков, да, как вот мы часто это обсуждаем, там, у компании, с которыми я работаю, у кого еще, там, ну, у компании, которая там, допустим, сдает в аренду технику, на которую я снимаю эту программу, они работают с девяти до шести, во всем мире почти все работают с девяти до шести. Почему же ты должен при лучине, там, попить улончика крепкого и только по выходным? Вот эту вот дребедень все творческие люди пусть засунут себе в задницу. Ты, простите меня, не бродски, чтобы позволять себе вот такие вот выпады. Любой, если мы говорим, там, о классиках, писатели, поэты и прочее, если они писали заказы, они садились, у них была выработка, несколько страниц, я вот сейчас не помню, про кого читала, была конкретная выработка, несколько страниц, там, в день или там, при царской России еще, если мы сейчас говорим о русских классиках. Вот эти все растягайства ваши, вот эти, это я распиздяйство заменяю, чтобы вы не пикали меня, вот эти все... Я могу не пикать. Да, ну, просто неудобно материться, потому что аудитория, я баба порядочная. Да, 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 я же мать. Да, все вот эти вот штуки про, типа, мне некомфортно, не тот цвет, там, стен у вас тут давит, все вот эти штуки, это нужно просто искоренять. Вот это вот я привыкла работать в кафе «Ванилька», и там, мне нужен макбук, а вы мне даете чего-то там другое, это тоже нужно искоренять. То есть, если человек пришел зарабатывать деньги, он должен зарабатывать деньги, он их должен отрабатывать, и вместе с тобой в партнерстве их зарабатывать, какой бы он творческий ни был. Я считаю, что ты как предприниматель, и все предприниматели должны требовать от творческих людей такой же максимальной ответственности, организованности, образованности, там, чего еще, чистоплотности, аккуратности, там, коммуницирования и прочего. Я знаю, что бывают исключения, что бывают какие-то гении, аутисты, ребята. Ребята, я сейчас, это не шутка, не сарказм, а есть ребята, которым там заказывают какие-то вещи, художники, например, а это ребята-аутисты, они не могут работать ни с людьми, ни со светом, ни так далее. Но это очень какая-то нишевая, точечная штука, где ты вот там взял заказ, принес, вот представляете, эти комиксы рисует аутист, да. Но в огромном агентстве украинском, да, где мы сейчас там сидим, мы работаем, и мы там разрабатываем какую-то концепцию большого-большого проекта, мы не можем сказать, ну, извините, мы все сейчас должны работать в темноте, дома, на диване, там и прочее. Я хочу сказать, что в творческой интеллигенции есть пахари, нормальные, адекватные ребята, которые потом в итоге на своем же творчестве строят все равно какой-то бизнес. Плохо ли, не хорошо, хорошо ли, плохо ли, но они его строят. А также есть вот эти вот коты, которые лежат на вот этом диване, воняют, пердят, едят и ругают всех вокруг. Другого не дано. И есть еще, а, есть еще вот эти вот притворялки. Потому что посади эту девочку с 12 до 4 всего лишь писать в кафе «Ванилька» на макбуке, у нее обязательно там татуировочка отковыряется, или там, не знаю, ну... Там этот сиропчик закончится, кокосовое и соевое молочко, и эта кофе у нее как бы вот не пойдет, и она не сможет тебе что-то там сдать. Все творческие люди, я сейчас, может быть, такая очень советская, не очень современная, но когда мы учились, вот это вот трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете, это вообще не про творчество. Это вот, знаете, до геморроя, да, люди сидели, писали и работали. Говорит, да, журналисты, писаки, все пахали, как стахановцы, да. Я не понимаю, откуда сейчас вот это вот взялось, но это вот эти все миллениалы-шмиллениалы, которых мы должны принять, и мы сейчас учим это поколение, и мы должны тоже где-то под них подстраиваться. Но в целом, если мы хотим, чтобы этот процесс как-то работал, эта машина запускалась, то вот, знаете, вот эти вот все метаморфозы, вот эти вот кисейные барышни и эти молчалины, которых не оценили, придите ко мне домой провести кастинг, потому что я считаю, что это надо вообще не принимать, не признавать. Это не показатель творческого человека. Творческий человек может 24 часа в сутки стоять, не потея, на жаре и работать в кадре. Вот это творческий человек. Творческий человек может поставить себе выработку и писать гениальные тексты там в день по пять страниц, потом это все сжигать, выбрасывать, снова переделывать. Творческий человек, он, ну, сегодня способен создавать такие фильмы или там такие музыкальные композиции или такие потрясающие книги, которые просто уфигачат всех. Но при этом, как только этот творческий человек талантливый, он обязательно богат. Значит, человек умеет управлять финансами, значит, он умеет продавать себя, он умеет вести бизнес, даже если он окружил себя командой специалистов, которые это делают для него. У меня все. Слушай, ну, очень много мыслей, на самом деле, я тебе хочу сказать, что половину вещей ты взяла, вот прям, это реальные картинки. Я их брала, да. Буквально сегодня приходят... Чего далеко ходить? СММ — это же у нас практически творческая профессия, это же креативная. Творческая, бизнесная. Я считаю, что, как сказала моя коллега Лариса Пакс, с которой мы недавно искали СММщиков, друг к другу звонили, я этим занимаюсь достаточно долго, ежедневно, и никак не могу найти вот таких вот прям профессионалов. И она говорит, это же как золото, их надо растить и намывать. И каждый день ко мне приходят в команду СММщики, я каждый день их в пушу, проверяю, тестирую, ищу. И буквально сегодня приходит один из потенциальных людей в команду, человек, который называет себя СММ. В лесную сказку? В лесную сказку. Не забывай называть Брэн. В лесную сказку. Волшебное место. А он заходит, а я говорю, здравствуйте, вы в лесной сказке. Он говорит, это лесная сказка? Я говорю, конечно. А что же вы меня затопили-то? Лесная сказка. Вы мне тут давайте сказки... Не лесните. А я же сказочница. А, да. И вот, понимаешь, и... Пришел. Ну да, но я бы не хотела вот без имен, да. И до лесной сказки была такая же история в собственном агентстве, в собственном продакшене и так далее. Каждый день. Поэтому, в принципе, в данном случае не так важно куда. Он приходит ко мне в команду СММ. И что я слышу? Добираться долго, колеса лысые. Любимая тема. А я-то тут вообще при чем? Ну ладно, хорошо. Какая-то у вас дорога. То есть человек пришел в лесную сказку и сказал, о-о-о, это вы вот тут вот сидите. О, я-то думал, лесная сказка это у меня... Это вот это ваш лофт. Я же и напыла так. Настолько лофт, что лесная. И сказки Лена в том числе. Ты понимаешь? И дальше идет разговор о том... А на сотку закинете, потому что... На пять! Вы какого фига так все делаете? Я не понимаю. Вы так на работу никогда не устроитесь. На сотку закиньте, говорит. Спрашиваю. Что в твоем понимании SMM-менеджер? Что он должен делать? Как он должен работать? А человеку, на секундочку, 30 лет. Ну не первый день замужем, да? Он мне говорит. Мне нужен копирайтер. Мне нужен дизайнер. Мне нужен фотограф. Мне нужен оператор. Мне нужна качественная техника. Таргетолог. Такое ощущение, что он из киношников. Это у них департаменты. И департаментов бывают. У них вечные претензии по кино. У меня один вопрос. Я говорю. А вы тогда мне зачем? Он говорит, еще человек, который постит. Размечает. Почему нажимает? Я говорю. А вот вы, например, выходите и видите интересный кадр. Вы телефоном не можете поработать? Мне кажется, что... Ну вот я стесняюсь предположить, но у меня есть такое подозрение, что самый менеджер умеет на телефон делать все. Включая видео, фото, монтаж, классную музыку, отличные ролики. А он такой достает свой телефон, включает, такой... Ну вот так... Берите меня... Я так сделала. Это так и было. Это так и было. Ты понимаешь, человек мне говорит... Ну у меня до этого... Ну видимо он... Я даже не хочу передавать, на самом деле. Все детали разговора. Ну в общем человек говорит, зарплата у меня маленькая, а телефона у меня нет. Ну вот сейчас вот нельзя над этим смеяться. Ну есть, но не такой, понимаешь, который подойдет для съемок. Поэтому мне надо вот это все вокруг, понимаешь? Я говорю, ну по мне, это хлеб СММщика, у которого есть телефон, потому что он зарабатывает деньги с помощью фото, видео. И это же все про творчество. Если ты не можешь на телефон сделать классный кадр, то ты мне нафига. В это время где-то в параллельной вселенной сидит дядька дома. Ой, это лесная сказка! Да был я там, там... Там эти, и колеса лысые, и как ты сказала? Дороги не шершавые. Дороги у них не шершавые. И вот ты знаешь, пришел. Лофт вообще какой-то... Это кошмар. Я видел на работу устраиваться к этой сказочнице. У них реально лесная она, оказывается. Там нет ничего, не новых. Я думала, приду. Мне это как в гугле, вот я в офисе, я там бы был, работал раньше. Айфон дадут новый. А тут ничего. А ты знаешь, после жизни в Москве, вот у меня совершенно нет понимания, далеко. Или, а как доехать? К вам что? Это же к вам до Сайхата надо ехать, а от Сайхата на развозке? Это же во сколько вставать надо? Я говорю, вы никогда не пробовали, ну как бы по-другому... В Москве пожить? Ну по-другому, да. Расширить рамки представления. Вот тот самый творческий человек. Ну я, пожалуй, останусь на фрилансе. Пусть я буду получать там 60 тысяч тенген, но я вот дома посижу на диване и из дома попечатаю. Ну вот то, о чем говорит Адель Смит, да, это вот картинки, прямо у меня сейчас в лицах все были. Я видела этих людей, понимаешь, много раз. Много раз. Я даже имена их угадывала, да? Потому что они те же люди были. Хотя мы с Аней никогда не работали. И то, о чем сейчас прозвучало, мне кажется, это основная идея, что профессионализм и творчество это две вещи, которые вполне уместны. Творческий человек это совершенно не означающий человек, лежащий где-то там на твоем диване, о котором ты говорил. Творческий человек это, который может принести прибыль компании, который может создать классный продукт, который при этом будет реализовываться, получать удовольствие от своей работы, и которого, ну прости, но можно посчитать в цифрах. Ну, это же не во всех профессиях, наверное, да? Почему? Ты что угодно можешь цифровизовать, в том числе и благотворительность. Что мы не можем посчитать, какому количеству людей она помогла и на какую сумму. Можем. Какое количество компания привлекла, можем, можем. Сколько человек от часов потратила. Как его посчитать, например? Вдруг он действительно какой-нибудь Пикассо, например? Как его посчитать? Ну. Нет, я вообще тоже так думаю, ну, я с тобой согласен, что в любом случае любые можно условные КПА или как-то в чем-то высчитать. Но все равно же есть какие-то, наверное, профессии творческие, которые... Ну, Пикассо к нам не придет работать, поэтому, если говорить о среднячке, я думаю, в основном точно нет. Ну, вы смотрите, ну, а вот с другой стороны, есть же, наверное, ну, вот, есть же, наверное, какой-то другой подход, наверное, который должен поменяться в работе с творческими людьми, чтобы они работали эффективно. Вот это я хочу сказать. Потому что, может быть... По поводу моего волнового выпада, да, сейчас, есть и обратная сторона этого. То есть ты приходишь, ты талантливый журналист, у тебя за спиной там очень много всего, или ты там хороший дизайнер, графист, фотограф. Ты приходишь к сказочникам, а они такие сразу, ну, вы же СММщик, у вас и машина должна быть, и колеса шипованные, и внедорожник, и телефон нормальный с камерой. И в смысле вы не фотограф? И то есть здесь тоже бывает очень часто у предпринимателей ошибка того, что, ну, они берут какую-то единицу, которая должна иметь все. Это не к вопросу, там, а вот вашей ситуации, я сама постоянно с этими ситуациями живу. И, наверное, сейчас... Я тебе могу сказать, что если к тебе водитель придет без прав, ты возьмешь его? Я не знаю, как тебе сказать, но мой водитель без прав. А все знают моего водителя, подписывайтесь! Водитель ПТО Элим Сулиев! Еее! Я его люблю. Он же мне в больницу привез макарон. Слушайте, это сейчас отдельная история. Пожалуйста, останьтесь с нами. Пожалуйста. И я сейчас говорю, там нужно рассказать про этого водителя. Так вот, ну, мы сейчас, да, из крайности в крайность нет, и не бросаемся. Ну и мои слова, это не какая-то там истина в последней станции. Но, скорее всего, предпринимателям тоже очень важно правильно оценивать интеллектуальный труд. Наверное, сейчас на рынке должны уже появиться какие-то очень четкие цены, потому что, ну, у кого-то, у менеджера, у топ-менеджера, у них и шипованные колеса, и водитель, и какой-то там кабинет. Есть доставка, и развозка, и что угодно. Вопрос в том, что человек не хочет работать, потому что он не про бизнес вообще. Творчество, в задницу. До свидания, ребята. Если человек приходит, и, в принципе, из-за того, что до него, у него было вот этих вот семь Василиев с перегаром, и у которых мама, кот, и вот этот телефон кнопочный, а тут приходит нормальная девчонка, но ей тоже предлагают очень низкую цену, да, и ей не предлагают там ни условия, ни кабинет, ни компьютер. Ну, допустим, ведь это где-то нигде не было прописано в твоем уставе, что она должна пройти сразу, прийти сразу со станком, с сырьем, и тебе там штативы, да? Слушай, да, во всех компаниях все есть, мозги нужны, руки-ноги. Ну, в том-то и дело, что очень часто, когда вот такие вот воздушные профессии приходят, есть станок для рабочего, есть там каска для строителя, а вот когда приходят вот эти вот СММщики, пиарщики и прочие, они такие какие-то недопонятые профессии, да-да-да. Это как, я тебе говорю, это вот как о них и говорят. Вот эти правополушарные вот эти. Ну, вот эти, журношлюхи. Да. Позовите этих журнотуток, журношлюх и журноблогеров. Так вот, когда они приходят, может быть, недостаточно пока еще, ну, конечно, которые за колбасу работают. И прописано вообще, в принципе, вот эти вот правила спроса и предложения. Да прямо прикольцы. Если рынок уже понимает, что это такое, сколько это стоит. Ну, так дай вот этому Василию нормальный, свой айфон, пусть он ходит, интересный картин. Слушай, Николай, да, вот смотри, если я самочек у вас работает, читайте, сколько у него должна быть нормальная заплата? Вот скажи, пожалуйста. В лесной-то сказки. Ну, не в лесной просто, а в рынке. Я вам сейчас буду говорить о рынке. Я делала мониторинг конкретно этой профессии, если вас это интересует. Да, интересует. В течение последнего года ежемесячно, чуть ли не ежедневно. И даже, например, по лесной сказке, если мы говорим, в принципе, интересен весь рынок, начиная там от поваров и кого угодно, сколько, какая средняя статистическая зарплата, в том числе телеведущих, например. Потому что у меня, например, очень широкий спектр профессий, мы же все видоизменяемся. И в преподавание зовут, и на телевидение зовут, и на радио зовут, которая, кстати, как выяснила, совершенно вымирает. К сожалению, делала совсем недавно ресерч по этому поводу. Про творческие-то профессии мы сейчас с тобой говорим. И, конечно, надо это все действительно видоизменять и, наверное, больше добавлять бизнеса, чтобы это получало какие-то новые грани и развивалось. Скажи о деньгах, чего ты нас опять... Пожалуйста. Вот если мы говорим о профессии конкретно СММ, то сегодня девочки, печатные машинки, которые я так их называю, которые работают из дома, за 3-4 поста в неделю берут от 60 тысяч деньги. Человек, который работает в маленькой компании какого-нибудь, например, салончика, допустим, и должен делать, знаешь, такой незатейливое фото-видео, контент без особо умных текстов с орфографией, беда. Или нарощенные реснички. Да, и даже текста не надо. Это 100-150 тысяч. Крупные компании от 200 и выше. Ну, понятно, что испытательные и так дальше. А есть, например, такие классные команды, которые давно сколотились просто в грамотных СММщиков. Они себя вырастили, они знают себе цену, они грамотные в орфографии, они могут переводить на несколько языков, они делают хороший визуальный контент, они снимают, они делают там креативные сторис, подбирают шрифты, фирменные стили и так далее, и так далее. Такие ребята берут за проект сейчас от миллиона 200. Но они работают командой, да, и они говорят, что мы стоим вот столько-то, потому что мы знаем, как мы работаем и какие у нас внутри зарплаты и сколько нам еще сверху надо заложить свой доход. А это местные? Это местные. Это все Алматы. Я, наверное, говорю вот сейчас, ну, если так подытожить, вот об этом успехе, когда ты профессионал творческий и умеешь себя продавать, но ты четко знаешь свою цену, а на той стороне люди, которые четко знают, кого они хотят купить. Я знаю, кого хочу купить. И в таком случае получается это коллаборация, и в таком случае моего водителя купить, сейчас мы про него опять расскажем. И вот в таком случае, наверное, получается коллаборация. А когда мы, мы как бизнесмены хотим все такое, ну, бесплатно, давай молодежь позовем, пусть они бесплатно работают. Каких не бывает бизнесменов? Мы их не грамотные. Да, ну, слушай, мы же сейчас не про грамотных, ну, что мы, про пять человек грамотные бизнесмены? Я тебе скажу, что на том же самом курорте я встречаю людей, да, допустим, совершенно разных. И есть люди, которые говорят, а у меня тоже туристический бизнес, пойдешь ко мне пиарщиком? Прямо вот так. Я говорю, нет, не пойду. Ну вот, ты их назвала бизнесменами, это неграмотный подход. Абсолютно неграмотный подход. Ну вот я тебе о чем говорю. То есть у каждого специалиста должна быть цена, каждый человек, который нанимает, предприниматель, должен в принципе понимать права, обязанности и, ну, организовывать какое-то там рабочее место или какой-то там рабочий метал. Это ты же должна понимать, это твой доход или расход. Вот это и нужно понять. Он принесет или нанесет. А чувак, который приходит и тебе продается, он должен четко прийти и показать свой рабочий инвентарь, свой рабочий навык, свой профессионализм, свою готовность работать. Я тебе скажу, что я не беру людей на работу по нескольким причинам. Первое, это люди, которые в первую очередь придут в мою, в нашу команду. Те, которые разделяют наши ценности и которые большие профессионалы. Лесная сказка запарила своими этими ценностями. Она завтра будет работать в какой-нибудь кондитерской фабрике, она будет вам топить за... Типа, да, не бывает диабета, да, это придумали там эти, те же, кто этот вид. А есть же даже такой торт, сказка какая-то, помните советский? Конечно, он с кремом с жуткими розами, вот с этими штучками. Да, коллаборация, класс-маркетинг. Я, я тебе хочу сказать, что всегда эта ценность, это всегда профессиональные качества. Это всегда, даже я голодная после всех тех суши, которые я съела у вас. Я из солидарности с тобой. И это всегда чувство, вот знаешь чего, адекватности. Часто люди бывают очень сильно зажаты, они в стрессе. И я не знаю, это потому что дороги шершавые, или потому что они такие по жизни. Так вот тут мужик, он в стрессе пришел? Я думаю, что он в жестком стрессе пришел. А может быть он по жизни как твой друг из Фейсбука с пельменями. Ну, такие же тоже бывают люди, которые вот, ну, в принципе, такие по жизни. Мне очень хочется, чтобы люди были при этом такие, знаешь, еще и лучистые. Я многого хочу. Я хочу, чтобы они были позитивные. Ты платишь много или 60 тысяч? Нет, я плачу очень хорошо. Ну, все. То есть, первое, чтобы они были профессионалы, второе, чтобы учистые были. А я потому что, знаешь почему? Потому что это же инвестиция в твое здравомыслие, ты же экономишь время. Если ты будешь вычитывать за него, переписывать за него, если ты будешь за него потом ходить, переснимать и переделывать монтаж, тебе тогда зачем? Зачем тебе эти 60 тысяч? А ты тогда что там вообще будешь делать? Понимаешь? На чем ты экономишь? Повернись и скажи кому-нибудь, типа Арман, ты уволен. Смысл в одном. Смысл в том, что ты лучше заплатишь, но ты будешь экономить свое время, а на своем времени, за счет своего времени ты будешь делать больше и лучше. Понимаешь? И мне кажется, любой здравомыслящий предприниматель это адекватно совершенно понимает. Вернемся к одному прекрасному человеку из мира цирка. Расскажем его потрясающий, это твой друг. Расскажем... Мой бывший парень, что ли? Мурат Матурганов? Гораза Сталичка. Прекрасно. Мы давно расстались. Жаль. Вы так подходили друг к другу. Расскажем тот самый кейс, о котором он говорил. И мне кажется, это совсем не закрытая информация. Он давал мне эту информацию в одном из интервью, когда я была вот этим журналистом. В одном из крупных банков страны я делала историю успеха и истории провалов. Это всегда было интересно. Так вот, человек абсолютно творческий. рассказал свою историю, как он конкретно попал на бабки. Он задумал сделать уникальный какой-то там очередной фестиваль, который он очень любит. Шапито, да? Нет, это было до. А, окей. И это было до, это было прям давно, еще до 14-го года, даже раньше. И все подготовил, все прекрасно, но вышел на сцену и понял, что там меньше 30%. И в этот момент он понял, как я буду отдавать кредиторам свои долги. И очень сильно попал на много миллионов тенге. И на вопрос, а почему это произошло, он сказал, ну я же творческий, я не продумал, что надо вкладывать в маркетинг, я не продумал, что надо вкладывать в рекламу. Но он, по-моему, до сих пор не продумал. Нет, ну правда, Маратик, что-то не то. Мы, весь город его знает, и она, у нее, это знаешь, как это называется, осталось как бы на генном уровне. Они расстались, но жесты продолжают пробиваться. Трам-там-там-там. Так вот, то есть на самом деле это история про что? Творчество творчеством, но тебя никто не освобождает от твоих обязательств, от планирования, от того, что тебе нужно кормить там свою семью, себя и так далее. То, о чем мы говорим. Причем здесь творчество и лежание на диване, и причем здесь творчество и профессионализм. Я думаю, я глубоко разделяю, Адель, что творчество это не про диван. Про диван это вообще человеческая черта, когда она, наверное, не про творчество, а про все вообще. Ежедневенчество. Когда это больше ежедневенчество и перекладывание ответственности на другого, когда все вокруг виноваты, а я творческий. И вот именно из-за вот этой истории такая тень, знаешь, на тех, которые и творческие, и профессиональные, и трудолюбивые. Вот посмотри, вот конкретно творческий человек. Видно же, вот посмотри, как одето. Как клоун. Ой, извини, Мурат. И одежда его осталась? Да. Все, что растянулось, я... Сергей, это же вот он кидал вот эти вот фокусы. Вот это вот оп, 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 оп. До сих пор голуби живут, да? Ты, конечно, просто сейчас из... Как это называется? Из рукава? Из рукава? Рукава. У меня в шапке заяц насрал уже, я хочу закончить этот... Спит. Заяц заснул. Мне кажется, нам надо сейчас... Блин, Мурат, я так монтаж... И монтаж просто... Вырезать все это. А то у нас теперь уже... Бред, да? Нет. Клоунский бред. Не бред, но мне кажется, мы только что потеряли друга. А, да прям у Турганов, команда! Я видел в живой, он гораздо хуже бы слушал. Только попробуй потеряйся! Потеряли друга. Ну, то есть... Кейс публичный. Я просто сейчас тебе хотела описать. Вот слушай, чтобы не за глазами. Но Мурат, Мурат... Он может, да, признать там. Типа, а я был творческий. И этот факап он может признать. И у него были еще там... Такие же провалы, да. И каждый раз, ну, он мечется, он делает, но у него прям горит все, он рвет. Ну, да, ему, наверное... Вот сейчас, Мурат, мы тебе ставим диагноз. Ему не хватает, ну, какой-то вот такой вот именно предпринимательского мышления и, там, не знаю, бизнесменского подхода. Не знаю, как это происходить. И какой-то там жилки еще. Ну, то есть продумать все. И, наверное, это очень тяжело, потому что он же ставит огромные представления. У него есть продюсеры. Нужной команды нет. У него нет целой команды вот этих творческих людей. Ну, вот нет у него, значит. Нет, у него есть... Нет, а я вот про Николая Вячеславовича. У Николая есть и финансовый менеджер, и бухгалтер, и юрист, понимаешь? Ты же видишь, это мафия. Аня, о чем я тебе и говорю? Я тебе вначале сказала, на пятой минуте расходим. А я хотела сказать тебе не за спиной, а про тебя в лицо. Вот ты же совершенно творческая. Мы же поняли, у тебя там и зайцы, и голуби, и кольца от Мурата, и потрясающий голос. Я когда звуки издаю после горохового зуба, это всегда... Это голуби. Это, ребят, это голуби. Все, кто слышал... Музыкально? Это голуби. Музыкальная пауза? Музыкальная пауза. Там иногда, ну, это оркестр... А у тебя есть музыкальная палочка? Ты такой вытащим, как что-то где-когда. О чем мы разговариваем здесь? Нет, нет, это же непринужденный разговор. Сейчас вся правда о моих звуках. Посмотрите, все операторы плачут. А что вы плачете, ребят? Ой, я скоро уйду. Да, Адель, творческий человек. Творческая. Только что все это увидели, да? Ни один приличный бизнесмен бы так себя не вел, но мы же понимаем. А Чичваркин? Ее кумир. Чич, это мой кумир. Я из-за него одну серьгу ношу, отвечаю. Я обожаю его. Она высеет из-за него, а ты... Ты знаешь. Это кролик, пожалуй. Так вот, творчество налицо, на лице и везде. Гениальное, огромное количество творческих проектов. Потрясающий доброты человек про все вот эти твои социальные благотворительные вещи. Я даже не знаю, это же какой программы, никакой программы не хватит все это пересказать. Какие тысячи, сотни тысяч людей, детей спасенных, не знаю, вынесенных из пожаров, одетых, обутых. Нет, ну, я вообще, да, я помню. И это же про что? Это же не про то, что ты лежишь на диване творческое. Это про дисциплину. Чтобы успевать кормить детей, делать бизнес и заниматься творчеством, благотворительностью, вот приходится очень-очень много, ну, и то я не очень дисциплинированный человек, но очень много усилий. То есть каждый день, каждый день, каждый день. Ты на море дисциплинированно ездишь, зависть вызываешь, маски на себя лепишь, всем показываешь, что за собой ухаживаешь, худеешь. Ну, я считаю, что... Ну, и выгляжу сама, сама видишь как. Весь завод чувствует, а он не чувствует. Ну, подождите, это же не вечер этого памяти покойной отеля Розалиновой. Так я же тебе про что и говорю. Вот это вот называется творчество, профессионализм и трудоголизм. Не знаю, правда, хорошо это или плохо, при этом, если время там действительно на себя, это другой вопрос. Но это выбор человека. Но это не про то творчество, которое... Что там, пельмени и диван? Да, да, да. Я блогер, привезите мне пачку пельменей, я сварю, сделаю обзорчик, съем их с кип-чупчиком, а потом такой... Жизнь не удалась. Жизнь не удалась. Мало пельменей привезли. Почему пришел на кастинг и взяли вот того, а не меня? Я опять не помню, про что был твой вопрос, но мы на него точно ответили. Мы вообще забыли, что ты здесь, почему ты молчишь? Ну, мне было очень интересно. Да, мы можем, да. Да, можете, можете. Ну, смотрите, вот я, если можно, поговорите вот на такую тему. Как все-таки работать, да? То есть поменялось ли что-то в твоем подходе? Ведь все-таки понятно, что все хотят, ну, как ты говоришь, высокопрофессиональных, там, очень ответственных, там, дисциплинированных. Но ведь, как бы, у этого же тоже нет какого-то предела, да? То есть приходится работать, ну, там, с разными, там, и так далее. Это же какой-то... Мы очень длинные, нелюбимые с нелюбимыми. Сегодня приходится, абсолютно, это ошибка, она ему называется. А, то есть... То есть у тебя все прям вот... Ты отдаешь свободу, они работают, и все добросовестно, ничего не нужно, как бы, ну, как-то ты менеджеришь все равно. Еще как менеджерю? Что-то поменялось, или это было... Это всегда одинаково? Один из критериев – это не бояться меня, потому что, ну, на самом деле... Бояться? Нет, я один из критериев, и чтобы человек пришел в команду, чтобы меня не боялись, понимаешь? Но это к чему? Это тяжело. Это я потом узнала, что, оказывается, они меня там часто все боялись. Я же не знала про это. Ну, я имею в виду про... Не показывать свой страх. Бывшие свои команды, понимаешь? Но это же, наверное, в то же время и хорошо, когда все-таки перед руководителем есть ощущение своих обязательств, которые нужно выполнить. А если не выполнишь, то хотя бы волноваться, понимаешь? Это же хорошо, правда? Да, да. Ну, то есть тогда ты можешь рассчитывать на свою команду. Тогда ты понимаешь, что ты можешь, вот, как Адель, уехать на море, а работа не остановится. Я на пять дней уехала на это чертово море, об этом говорит вся страна. На пять дней впервые за два года я уехала на море. На пять дней. Из них два дня я летела. Туда и два обратно. Так вот, выстроить команду изначально, конечно, это доверительное отношение. Но ты же, когда к тебе человек приходит, ты же понимаешь, надо с ним работать или не надо. Ты же не обязательно с ним два часа общаться, чтобы понять, чершавая у тебя дорога или нет. У тебя достаточно, в принципе, зайти в комнату и посмотреть. Уже понятно, да? Ну, как бы, сработаетесь или не сработаетесь. Ну, может быть, это еще интуитивное ощущение. Да, может быть, это тоже опыт и интуиция, потому что не все так, мне кажется, прям сразу понятно. Ты знаешь, сразу, а мне сразу все понятно, потому что мы с тобой, при том, что нам 18, уже больше 20 лет в журналистике. В большинстве случаев ты понимаешь, но... Какое количество людей ты в день видишь? Какое количество людей ты... Ну, потом все равно, Ань, бывает, вот вроде смотришь, вот, ну, неплохой пацан, все. Ну, потом, как что, выдаст, то выдаст. Вот пацан неплохой, молодой, талантливый, сидит, работает. А потом приходит и говорит... Мутурганов? Да нет. Не все молодые мутургановы. Не все, не все мутургановы... Молодой не значит маленький. Талантливый не значит мутурганов. Мура, прости, пожалуйста. Олеська, а ты меня прости. Майкл, ты же моя семья. Приходит молодой, молодой, талантливый пацан. Я смотрю на него, сработаемся, хороший пацан. Он садится, работает, ну, хорошо работает. А потом вдруг он днем как это, сопля. Я говорю, а что ты как сопля? Он говорит, а я вот по ночам еще колым взял. Я говорю, слушай, ты либо ночью спишь, днем работаешь, либо так не пойдет. Почему ты взял колым? Договор у тебя есть. Договор есть, ты же клевый. Ну, я от тебя не ожидала, что ты начнешь по ночам еще проституткой работать. А он говорит, а на меня жена мне в подарок взяла машину в кредит. То есть, как бы, пацан был нормальный. Как это увидеть сразу? Как вот эту жену увидеть? А как ты можешь нести ответственность за поведение непонятной жены? Ну, конечно, никак. Ну, пацан поддался, ну, жена же для него важнее, чем тетя Аделия. И он пошел работать. Спасибо, до свидания. Вот в том-то и дело, что не всегда мы можем. Понятно, в этом вообще нет проблем. Нет никаких проблем. Мы берем, мы выплачиваем, мы расстаемся нормально. Часто возникает вопрос, что ты работаешь все-таки с аутсорсерами на какой-то срок. Ну, то есть, это не постоянная работа и постоянная команда. Ну, то есть, работаешь, например, на 4 месяца. Вот проект длится 4 месяца. Ну, у вас, наверное, тоже где-то такие есть какие-то проекты. Пацанты, да, там, добираются с банщиков. Нет, в таком, ну, все-таки другой вопрос, там, да, может быть, там, вопрос постоянного контроля. Банщиков-то конкретный человек или должности? Ну, банщик, там, который вот за банями следит, там, с батей. То есть, ты берешь человека на 4 месяца, ну, например, и он там на 3-м месте, понимаешь, да, он все равно уйдет. Но, например, лучше, чем его, ну, и не особо и нет на рынке так много, да, там. Ну, например, такое что же. У тебя такого нет, у тебя прям все такие оловянные солдаты, такие все крутые. Ты берешь лучших, как бы, с рынка, ну, платишь им много и, как бы, ну, получается, да, то есть. Не, ну, что, у тебя все круто работают, ты зашла, такого видела, этот не пойдет, от него можно всех посмотреть, а вот этот, иди-ка сюда, и он с тобой работает. Ну, иногда не проходит твой испытательный срок, уходит, но, ну, чаще всего у тебя все тип-топ. Чаще всего команды на самом деле работают долго. Ну, на любых проектах, я сейчас говорю. Бывают те люди, которые в силу отсутствия опыта могут сломаться физически. Ну, начиная, наверное, перенапречься. Мы когда с Матургановым встречались, он физически сломался. Вот в чем-то причина наша была, это просто к слову. Ну, то есть, когда физически, на самом деле, там, эмоционально перенапрягаются на больших проектах, у человека просто жизненного опыта не хватает, и он в какой-то момент начинает тормозить и тупить. И вот ты тоже думаешь, а что не так пошло? Ты тоже привык к определенным нагрузкам. У тебя, в общем, особо это не парит. Ты же как твой, ты фанат там какого-то известного... Жен-Клод Ван Дамма. Жен-Клода Ван Дамма, да. То есть, ты примерно же так же, да? Ну, бывает, что со временем ты понимаешь, но в таких случаях просто человеку надо дать перезагрузку. Были люди, которые, например, может быть, из маленьких проектов хотели уйти в большие проекты. Да, хорости, да? У меня было много историй с людьми, с которыми я, например, отработала. Ну, погоду, к примеру, вложила в них достаточно много сил и ресурсов. Вот научила коммуникациям, базам тем же самым, медийным, да, там, познакомила. То есть, очень часто же цепная реакция. Если ты просто там какой-то человек, который звонишь кому-то, что-то попросить опубликовать или что-то, тебя могут даже трубку не взять. Топовые, например, лидеры мнения и блогеры вообще запрещают. Ты говоришь, не надо мне там своих девочек подсылать. Мы с тобой в Париж летали, мы с тобой в самолете там сидели, мы с тобой бок о бок 20 лет прошли. Ты вот таким людям звонишь сама, понимаешь? Потому что достаточно вот как, например, Адель позвонить и сказать, ты же придешь к нам завтра, а я и не могу сказать, что я не приду. Может, у меня там 150 планов. А ты бы, например, мне позвонила, я тебя знать не знаю. Я бы сказала, давайте, знаете, через там две недели у меня муж улетает, сын улетает, там еще кто-нибудь улетает. Тогда и встретимся в лесной сказке. Лесная сказка – идеальное место для любовников. Ты понимаешь, это же твой опыт, это твои коммуникации, это твои инвестиции в людей. То есть, и, соответственно, это очень быстро работает, потому что это опять мы возвращаемся к чему? К личному бренду. А ты… Инки. Апенка. Апенка. Мины. Ореки. Да. А ты говоришь, все ли это работает? Иногда люди от тебя уходят, чтобы идти дальше. И слава богу, потому что я, например, очень рада, что у этих людей все срослось. Ну, плохо практически ни с кем не расставалась. Не могу припомнить случаев, чтобы прям вот до боли. То есть, если что-то не так, то это вопрос к тебе. Это же твой выбор. Это же ты взял человека, значит, ты где-то не посмотрел, не досмотрел. А то, что касается вот там жен, мужей, чего-то, кого-то и дополнительной ответственности, ну, тут, слушай, тут риск всегда есть. Вот у нас был случай тоже, чисто человеческий фактор. Взяли человека, заболел. После того, как выздоровел, там, заболел родственник. После того, как родственник заболел на нервной почве, там, еще чего-то у нее случилось. И так далее, и так далее. И по факту там, ну, грубо говоря, из испытательного срока, ну, человек и не работал толком. А вроде, ну, неплохая, да, так, по профессиональным навыкам. Но там какие-то вот, просто цепочка каких-то событий началась, но тоже непонятно. И как дальше работать? Вот, ну, есть такая штука распространенная, что вот говорят, что вот это новое поколение, тем более людей творческих, нужно постоянно мотивировать. То есть, ну, руководитель должен мотивировать. Что вы думаете по этому поводу? Как-то нужно их мотивировать, кладить денег? Я считаю, да. Людей нужно мотивировать. Вообще всех нужно мотивировать. Ну, это мое личное мнение в связи с тем, что я еще же работаю, я сейчас как Аня буду, а тут такая сижу в черной шапке, прям такая Black Star, Black Burger, блин. Половина моей деятельности – это волонтерская деятельность, это работа с людьми. Это soul rehabilitation, да, там, душевная реабилитация. Мы общаемся с родителями, с детьми, там, с людьми, перенесшими пожар и там, и прочее. Вот. И ты понимаешь, что всегда людям нужна мотивация. Всегда людям нужно откуда-то, чтобы прилетело, зачем мне жить дальше. Конечно, есть хорошая фраза. Или зачем мне работать, или, да. Если знаешь, зачем выдерживаешь любое как? Ну, наверное, да. Наверное, да. Я вот любое как выдерживаю, если знаю, зачем. Да. Очень важно людям давать эту мотивацию, потому что, ну, мы где-то внутри одиноки, там, каждый человек сам по себе рождается одиноким, умирает одиноким, и все, по сути, по типажу своему, они такие больше одиночки. Но человеку нужна стая в социуме, в работе. Человеку нужен человек, нужна стая, нужна толпа, компания, взаимодействие. Человек всегда хочет быть каким-то, ну, какой-то частью в механизме. Это очень важно человеку. Почему? Потому что это кажется, что человек хочет быть Мансеррат Кабалье, вышла, да, одна спела, без инструментов, без ничего и так далее. Ну, и Мансеррат Кабалье – это огромное, да, это очень важно, это главное, пусть, ну, но деталь очень большого оперного, там, механизма, оперного искусства, допустим. Также и здесь. Человек, может быть, где-то там в голове поверхностно думает, я вот хочу такой весь один, там, сам руководитель, там, или делатель. Но очень важно человеку все время быть в каком-то участии, быть в команде и потом осознавать, что это все работает. Ну, это вот одно из, почему нужно, чтобы кто-то влиял на кого-то. А потом, почему, мне кажется, нужно, чтобы, ну, мы человека мотивировали? А потому что мы, вот, ну, ты сказал это, и, наверное, это вот пришло из прошлого. Я тебе дал деньги, я ставлю бабки, ты мне ставишь стулья, и все как бы очень четко. А ты должен ставаться как можно лучше. Да, но это же, черт возьми, поколение сейчас очень сенситивное. Это сейчас приходят люди, которые на более каких-то тонких вещах заморочены. И эти люди, для которых какие-то ценности, которые вот наше поколение уже разрушило, да, ну, вот там осколки, они же их сейчас только возрождают. А когда возрождаются какие-то ценности, это какой-то маленький такой росточек. Знаешь, это очень важно. Это, ой, меня уважают, меня хвалят. Самооценка. Откуда, почему никогда не было, а сейчас возникли токсические отношения, токсичные отношения, да, понятия. И вот это всякое дребедение с психологией. Потому что сейчас вот это поколение молодых людей, они все как будто бы творческие, они все как будто бы креативные. Нет, они просто все очень... Такие ранимые. Они ранимые, они чувствительные, да, это сенс, да. Это все построено на чувствах и эмоциях. Ну, это поколение, у которого не было, знаешь, там, информации по шкафчикам, у которого не было по алфавиту книжек. Пришел, взял, выучил, прочитал и все. Это поколение, на которого сваливается огромный поток информации. Это растоптанная психика, это просто разможженный мозг. И им нужно как-то с этим совсем справиться. Они знают все и больше тебя, и им нужно совсем... Ну, нет опыта, понятно. Но им нужно это как-то нести вообще, с этим жить, это переваривать, еще от тебя там что-то получать. Прикинь, у них олдскул, у них сегодняшнее время, у них будущее, у них будущего же гораздо больше, да, в отличие от нас. И ты понимаешь, что им очень тяжело. Их там называют там мендиго, мендиго и прочими, да, там, товарищами. Но это очень ранимые такие, очень чувствительные натуры. И вот для них мотивация, как один из таких крючков, не якорей, а именно крючков, за которые они могут держаться и дальше поползти. Ты молодец, у тебя получается, у тебя есть перспектива, мне нравится, там, ты далеко пойдешь. Это все не пустые звуки, одно из. А потом мотивация, что тебя будут уважать, с тобой будут считаться. Еще одна мотивация, ты будешь расти или в тебя будут вкладывать. Еще одна мотивация, ты свободен. В принципе, там, ты на равных с руководителем, ты не раб. И вот из тех вот этих вот стигм, от которых, возможно, мы страдали, ну, как страдали, которые на нас наложили отпечаток, эти дети сейчас вырываются, мне так кажется. И очень важно, ну, наверное, как-то нам, ну, я всегда говорю про родительство, я мало разбираюсь в бизнесе и руководстве, я всегда говорю про родительство. Наши родители не знали, как воспитывать нас, мы не знаем, как воспитывать наших детей, потому что все, мы уже вчерашний день. Мы уже все, мы уже родили нового человека, мы не знаем, что это за человек. Человека там, ну, на этом же уровне может понимать только его ровесник, подросток, да. Здесь поэтому очень такой важный момент, что, наверное, им мотивация нужна. И финально, почему? Да потому что единственное, что мы можем сейчас дать этому поколению, ни чертов совет, потому что нашими советами мы можем подтирать наши старые задницы. Не знаю там, ни что, ни лучшее будущее, потому что, ну, мы не можем дать его, мы только там это все разрушаем, засираем планету, да. Ни какие-то гарантии, мы их не можем дать. У всех были гарантии, наступила пандемия, да, как маленький пример. Мы им не можем дать какой-то исключительный опыт. Почему? Потому что наш опыт, вот сейчас мы сидим, да, а там уже улетела ракета, уже Илон Маск опять что-то придумал, да, и, ну, это все настолько быстро обновляется, что, ну, наш опыт, это такое всегда сомнительное, всегда сомнительное. Мы не можем им дать новые открытия в таком количестве, в котором сделают они. Поэтому мне кажется, все, что мы можем дать этим людям, кроме денег, я говорю сейчас именно о поколении новом, это чуточку любви и чуточку внимания, чуточку заботы в той форме, ну, как мотивация. То есть это просто чуточку проявить к ним какую-то человечность, внимание, заботу, благодарность, потому что как раз-таки вот эти вещи, мне кажется, они остались и в нашем поколении, и в поколении наших матерей, и в поколении матерей наших матерей, и так далее, и так далее, да. То есть это еще пока те морали, которые не сотрутся ни пандемией, ни новыми спутниками Илона Маска. Вот, наверное, вот это вот то, что у них ценится, вот эта трушность, вот эта вот какая-то искренность, вот этот вот какой-то настоящий человечный момент, уважение границ, это же тоже мотивация. Ну, если мы так говорим, это тоже мотивация. Если мы рассматриваем ее с точки зрения, что ты, как работодатель, должен мотивировать наемного молодого сотрудника, и что ты можешь ждать, и почему. Ну, вот мне кажется так. Да, интересно. А, что? А, ну в «Лесной сказке»-то у них они все замотивированы, там с утра до вечера на санках катаются. Дорогие работники, помимо того, что у вас будет большая зарплата, вы еще можете кататься... На самой большой, в Центральной Азии. И сотрудники этих горок такие, ага. На санках и пойти в веревочный городок. Какая мотивация, они такие. Все. А корпоратив у нас будет, ребята, в нашем СПА. Угу. Слушай, ну на самом деле, что я тебе могу сказать? Ну что, доброе слово, не надо жалеть для сотрудников своих. Николай Вячеславович, работая с вами много лет. Я тебе могу сказать, что все равно же это всегда баланс. Ну все равно же нас что-то мотивирует, и мы кого-то мотивируем. Не бывает же истории про то, что только ты отдаешь, и отдаешь, и отдаешь бесконечно. У меня так же мотивируют молодые сотрудники и учителя есть. Конечно, мотивейшн. Вот ты сегодня для меня мотивейшн. Да я сплю уже. Да? Ничего, ничего. Все, спокойной ночи. Хорошо. Большое спасибо за то, что пришли. Спасибо. Шелебова, ты красавчик. Спасибо тебе большое тоже. Хорошо. Это был видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Это нулевой выпуск нашего нового подкаста. Смотрите экспериментального подкаста. Надеюсь, остальные выпуски будут. Смотрите дальше, что будет на нашем канале. Вот будет тот влог, о котором... Ставьте лайки, подписывайтесь, не забудьте оставить комментарий и отметьте... Ставьте чаевые в баночках. Оставьте... Оставьте анализы на плату. Ставьте банки, подписывайте документы. Оставьте чаевые. Да-да-да. Все, замечательно. Пицца есть. Пицца.